Добрый вечер в эфире телеканала ЖТСУ. Время новостей. С вами Азадж Маханав. Сегодняшнего дня в Алматинской области объявлен карантин в связи с коронавирусом. В 12 часов ночи на всех блок и санитарных постах усилены ограничительные меры. Теперь введен запрет на заезд и выезд из региона, а также на перемещение внутри населенных пунктов. Исключение лишь для жителей области, возвращающихся из других стран, элит, занимающихся перевозкой грузов. Не более одного раза в день можно посещать медучреждения, аптеки и ближайшие магазины. Общественный транспорт будет работать в обычном режиме, но наполняемость не должна превышать 40% от всего салона. Ограничительные меры не касаются лиц, обеспечивающих жизнедеятельность региона. В настоящее время заезд разрешается для всех видов транспорта, обеспечивающих жизнедеятельность. Это сельхоз, техника, транспорт, службы доставки товаров, первые необходимости, транспорт, коммунальных и аварийных служб, и касательских автомашин, для медицинских работников, для их организации, аптек, стоматологических клиник, военнослужащих, сотрудников правительственных органов, лиц, направляющихся по медицинским показаниям нашей больницы. Для других граждан, которые по необходимости работают в районе или в городе, приезжая из районов, разработан единый пропуск в Акимате области, где они могут получить и для препятствованного проезда на территорию города или на выезд из города. А вот жилого комплекса «Асларман» в Карасайском районе локальный карантин снят. Информацию подтвердили в пресс-службе Акима Алматинской области. Вчера, 14 апреля, после проведения повторных анализов, выписана беременная жительница жилого комплекса, у которой ранее был выявлен коронавирус. При этом вторая жительница, 1957 года рождения, находится на лечении. Всего здесь выявлено 23 контактных лица, у которых анализ на вирус COVID-19 дал отрицательный результат. На карантине жители находятся с 1 апреля. Согласно официальным данным, жилой комплекс «Асларман» состоит из более чем 20 многоэтажных домов, где в 5000 квартирах проживает около 22 тысяч человек. К счастью, нам удалось ее вылечить. Сейчас она выписана. Тем не менее, она будет находиться под домашним присмотром. Вторая женщина, у которой был выявлен коронавирус, сейчас проходит лечение. Ее состояние стабильное. В связи с исчезнением срока карантина и еще в плане того, что новых случаев ЖК не было выявлено, сегодня карантин был снят. Но тем не менее, надо учитывать, что по всей области объявлен карантин. Поэтому призываем всех жителей соблюдать нормы требования. В этом году священный месяц Рамазан начнется 24 апреля и продлится 29 дней. Об этом на брифинге рассказал Верховный Муфтий Казахстана Наурсбай Каже Таганулы. По его словам, во время чрезвычайного положения Духовное управление мусульман утвердило специальный график онлайн-проповедей и лекций, а также для оперативного предоставления ответов на все интересующие вопросы верующих открыт колл-центр 33-30-30. При этом при наборе необходимо указать код города Нур-Султан 7172. На сегодняшний день специалисты выслушали порядка 5000 обращений. Большая их часть коснулась вопросов богослужения, семейных проблем и нетрадиционных течений. Вступление в Большой пост у Роза начнется до восхода солнца в пятницу. Однако жума-намаз проводиться не будет, как, впрочем, и другие массовые мероприятия. На период чрезвычайного положения и вводимых карантинных мер они приостановлены. Завершится пост у Роза Айта 24 мая. Однако велика вероятность, что и айт-намаз в мечетях проводиться не будет, пока опасная инфекция не будет остановлена полностью. Наша с вами задача проявить терпение, придавать большое значение чистоте, уберечь свою семью от существенной угрозы. В связи с объявлением в стране ЧП, а также с целью профилактики распространения пандемии, мы во время священного месяца объявляем о том, что коллективный таравих-намаз не будет совершаться в мечетях. Рекомендуем читать его дома, в кругу семьи. И уже в конце этой недели большой праздник отметят и православные Казахстана. В ночь с 18 на 19 апреля начинается Светлая Пасха. Александр Митрополит Астанайский и Казахстанский обратился к православным жителям страны в связи с приближением главного христианского праздника – Светлого Христового Воскресения. Таким образом, в пасхальную ночь на телеканале Первый канал Евразия будет представлена прямая трансляция праздничного богослужения из Вознесенского кафедрального собора Алматы. Массовых сборов в связи с ситуацией пандемии коронавируса не будет, подчеркнул Митрополит. Все торжества необходимо отмечать в домашних условиях. И в связи с этим Митрополит призвал верующих неукоснительно соблюдать предписания медицинских специалистов. Как и в предыдущие годы, благодаря содействию государственного руководства и помощи наших благотворителей в пасхальную ночь в Алма-Ату из Святого Града Иерусалима от гроба Господня будет доставлен благодатный огонь, от которого затеплятся лампады в храмах Митрополитчьего округа. В течение сорокадневного пасхального периода у нас еще не раз будет возможность прославить Пасху Божью Спасительную. Мы проведем торжественные ночные богослужения пасхальным чином. Бог даст. Пройдет и нынешнее испытание эпидемии. Чрезвычайное положение не станет препятствием для дорожного строительства. 60 улиц планируют отремонтировать в этом году в Талдыкургане. Необходимые средства, 4 миллиарда тенге уже заложены. Состояние некоторых дорог Талдыкургана все еще проблематично. Нередко через социальные сети жители города обращаются с жалобами на выбоины в асфальте и на отсутствие асфальта на ряде городских артерий. В этом году, по словам местных властей, ситуация будет частично исправлена. На 61 улице общей протяженностью свыше 64 километров будет проведен средний ремонт. Из них 17 улиц. Это получается хутор. Один из улиц в Восточном микрорайоне и пять улиц в Плодопитомнике. А также планируется устройство дорог в Юго-Западном жилом районе в 8-9 микрорайоне. Как заверили специалисты, помимо установки ограждения, обустройства тротуаров и установки дорожных знаков, будет произведена полная замена дорожного покрытия еще нескольких улиц. Охватят и пригородную зону. Предусмотрен капитальный ремонт 16 улиц, 8,9 километров. Это получается в районе поселка Заре, 11 улиц, и переходящая улица Валиханово. Строительно-монтажные работы стартовали буквально на днях и будут проводиться в течение всего года. Первыми принялись за участки на улицах Кунаева и Аблайхана. Карантин объявленный в регионе для строителей не помеха. Данный вид деятельности относится к списку разрешенных. В условиях ЧП работники соблюдают все меры предосторожности. Работаем в количестве 18 человек. Меры соблюдаем по коронавирусу. То есть все рабочие в масках, в перчатках. Стараемся придерживаться нормам. Вместе с ремонтом асфальтового покрытия на улицах Талдыкургана будут отремонтированы автомобильные мосты через реку Каратал в районе дачных массивов Шайкурган и Красный Камень. Таким образом, на дорожные работы в областном центре выделено 4 миллиарда тенге, а по области свыше 26 миллиардов тенге, большую часть из которых 16 миллиардов обеспечил областной бюджет. Айнур Мирханова, Габит Кабдрахман, телеканал ЖИЦУД, Талдыкурган. Это вся информация к этому часу. Встретимся в 21.30. Редактор субтитров А.Семкин